Бобруйск славится неравнодушными жителями. Анна Швед знает об этом не понаслышке. Волонтёр уже несколько недель собирает гуманитарную помощь для беженцев на белорусско-польской границе. Сейчас, признаётся девушка, больше всего не хватает питьевой воды. Нужны и продукты. Всегда можно связаться со мной по телефону. Здесь меня всегда не бывает. Я приезжаю сюда только по факту, по звонкам. Здесь можно на Шмидта три, кому удобно. Звонят много. Большинство, конечно, приносят одеждой. Но на данный момент одежды собрано предостаточно. Поддержкой мигрантов занимается и Красный Крест. Сюда горожане приходят с коробками и пакетами чуть ли не ежедневно. Одни приносят одежду, другие продукты – лапшу быстрого приготовления, крупы, консервы, хлеб и сладости. Помогают в меру своих возможностей. Протянуть руку готов буквально каждый. За полторы недели собрали несколько коробок. Здесь не только вещи первой необходимости. Есть и мягкие игрушки. Для детей это хоть и маленькая, но радость. Важнее всего – тёплые вещи. Обувь, куртки, шапки, перчатки и шарфики. Нужны также, отмечают волонтёры, одеяло и подушки. Пункты приёма расположены в Ленинском и Первомайском районах. На социалистическую 76 гуманитарку можно приносить с 10 до 3. На проспекте Строителей 60 добродетелей ждут с 15 до 19. Благотворительные акции подключились практически во всех уголках страны. «Сложно сегодня сказать, насколько долго это затянется. Проблема родилась ни сегодня, ни вчера с беженцами. Поэтому наш долг – помогать этим людям. И наши люди, белорусы, проявили лучшее человеческое качество, собирая самые необходимые – и вещи, и продовольствие, выезжая непосредственно туда». Тем временем на границе беженцы находятся уже 25-й день. Свыше 1800 человек вернулись домой рейсами из Минска. Остальные не теряют надежду на лучшую жизнь. На днях мужчины, женщины и дети столкнулись с первыми ночными заморозками. В самом транспортно-логистическом центре поддерживают максимально комфортную температуру. Здесь же открыли медпункт, парикмахерскую и баню. За безопасностью следят сотрудники МЧС. В круглосуточном режиме дежурят врачи. Планируется, что машина с гуманитарным грузом из Бобруйска поступит сюда где-то через неделю.